Александр Цибульский подписал 20 новых законов. Все они были приняты на крайней сессии регионального парламента. Так, например, внесены изменения в 95-й окружной закон на перераспределении полномочий между органами местного самоправления и государственной властью региона. Подробности далее. Принятые поправки в 95-й закон – это итог полугодовой работы специально созданной рабочей группы. Она была сформирована по поручению главы Ненецкого округа. В соответствии с изменениями основные полномочия в сфере ЖКХ Нриенмар и Заполярный район продолжат исполнять самостоятельно. Ранее предполагалось, что по окончанию переходного периода эта отрасль станет регулироваться округом. То есть те предприятия, которые сейчас предоставляют гражданам услуги в сфере ЖКХ, в частности коммунального хозяйства в первую очередь, они остались и будут у муниципалов. И тогда, так сказать, главы могут себя чувствовать полновластными как хозяевами, так и отвечающими за предоставление этих услуг и должны их предоставлять в полном объеме. А вот полномочия органов местного самоуправления Нриенмара и поселка Искатели в сфере дорожной деятельности и обеспечения безопасности движения на дорогах местного значения будут переданы профильному департаменту. В Искателях это произойдет с 2019 года, в Нриенмаре с 2020. Как пояснил Виктор Кмить, созданная рабочая группа рассмотрела обращение всех муниципалитетов, чего не было сделано при разработке 95-го окружного закона. Правда, как признается депутат, не все полномочия органы местного самоуправления готовы были вернуть обратно. Вот, например, образование вообще никто не захотел вернуть в школу. Почему? Потому что, честно говоря, за этот период бюджет округа, бюджет его, доходная часть в частности, она уменьшилась. И поэтому получать школу, а то и несколько, со всеми проблемами сопутствующими, которые связаны с обеспечением ее деятельности, главы не захотели. Поправки внесены также в закон о здравоохранении. В регионе создана еще одна мера социальной поддержки. Так, все сельские жители, которых направляют на обследование или лечение в Нинецкокружную больницу, теперь имеют право на бесплатный авиаперелет из своего поселка Донринмара. В настоящий момент данная мера поддержки предоставляется в виде компенсации. Авиаперевозчик будет определяться посредством закупочных процедур. Такая уже практика существует по беременным женщинам, которые приезжают на скрининг. Были проведены аукционные процедуры, выиграл авиаотряд и в соответствии с потребованием приезжают в окружной центр. Соответственно, гражданам не нужно будет нести предварительно свои расходы. Также региональные власти с 2019 года расширили перечень направлений использования средств окружного материнского капитала. У многодетных семей появится возможность потратить эту сумму на платную медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение и реабилитацию ребенка, а также на улучшение жилищных условий, в том числе проведение ремонта жилого помещения, находящегося не только в собственности членов семьи, но и в пользовании по договору социального найма. Хорошая новость есть и для предпринимателей. Владельцы малого и среднего бизнеса, ведущие свою деятельность на территории сельских поселений с 1 января 2019 года, будут оплачивать электричество по льготному тарифу. Такое снижение, конечно же, позволит развивать и остальные какие-то другие отрасли деятельности в сельских поселениях, создаст дополнительные рабочие места. Почему? Потому что на самом деле, когда 38 рублей за киловатт и в городе киловатт составляет 6 рублей за киловатт, ну считайте, что это вообще неравноценное условие в одном регионе. Кроме того, на сессии были внесены изменения в закон об окружном бюджете на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Это четвертое с начала года корректировка главного финансового документа округа. Доходы казны 2018 увеличены на 81 миллион, расходы на 189 миллионов.